Ну, я думаю, что мы самых опытных директоров скоро освободим для необходимости вхождения на совещание. Места появится больше. Значит, давайте, где Пучков? Давайте. Я хочу сегодня поговорить о... А есть сегодня и областные, да? Так. Кого бы прогнать, чтобы не занимать место. Давайте. Так. Это... Ну, заходите. Идите ближе. Чего вы встали там? Можно на улицу выйти, постоять на совещании? Нормально, да-да-да. Проходите, проходите. Значит, первое хорошее, то, что мы отобрали много хороших... Ну, во всем случае, они через меня прошли директоров будущих отделений. Вот. И лучше всех справился с работой господин Овшинов. Четыре человека прошли через меня. Четыре человека прошли через меня. И дроволь. Три человека. Вот. За каждого человека у нас там премия и Овшинову и дроволью. А Бибику, Краснобаеву, Атаяну, Святенко, Богдану, Силантьеву и Белодет. Благодарность повела человека. Рябы из четырех отобранных не одного. Вас не одного. Ростальной не одного. Из шести. И Новиков не одного. Из трех. Поэтому больше никуда отбирать никого не пошли. Никого не было. А? Как так никого не было. Ну, не было, не надо было. А зачем бы время вы меня заняли? Или я это самое... А я никого не... На директора никого не послал. Дюйственные вручки. А? Так я на директора никого не послал. А те, что на бухгалтеровании все работают. Как не послал? Вот написано. Нет. Четыре отобранных человека. Так я могу поднять свою справку. Я-то она у меня сохранилась в электронной веке. Давай справку. Иначе больше не пошли никуда. А то выбирать, чтобы я в этом время терял. Так я никого не выбрал. Сидел. Не знаю. Значит, если я ошибся, я извинился. А у остального шесть отобранных. И ни одного нормального. Хорошо. И Николаю Ивановичу тоже этот самый премия. Теперь по поводу разных как бы выполнения служебных электронов, которые мы пишем вселенной арестованы и как они исполняются. Вот, например. Пишет моя дочь. С требованием высказаться о качестве уничтожителей на отделениях ответило только 13 отделений. Ботаническая, Борщегорская, Главная, Дмитровская, Андреевская, Игорьевская, Южная, Паньковская, Соловинская, Индустриальная, Ленинградская, Иготинская, Белоцерковская. Из них 8 негативных, 4 позитивных, остальные ответы не прислали. Так, а сколько у нас всего отделений и какие они прислали? А я прислал не прислали. А? Я уже не присылал. А просто срок не прислали. А? Потому что на деле потом может быть и досылали, но срок не прислали. А где это, не знаете, где это, где эти бумаги? Часть там вообще, вот, например, смотрите, есть такая проблема. Например, посылают в файл, расширение должно быть в том. Если расширение не то, которое указано в электронке, то ИВДшники скапливают, вот, но оно не попадает на департамент. Вот в этом проблема еще больше. Процессочка такая странная. Из них 8 негативных, 4 позитивных. Что же это такое? Ну, 8 сказали, что, например, это не описано, я просто ее читал. 8 сказали, что плохие уничтожители, а 4 сказали, что хорошие. Там не надо. Нет, там просто не нужны. Потому что и поле. Ну да, просто под документ оборот и под объем документов какие должны быть документы уничтожители. Да, но проблема-то в чем? Я все время, сейчас я еще вам покажу ваши ответы. Те, кто не хотят участвовать в управлении банком, мы договаривались, что вы все директора. Я, во-первых, не буду приглашать на совещание. Во-вторых, я не буду давать никаких поручений. Я вас заменю. А что, я за вас должен думать, какие вам уничтожители нужны? Вы разберитесь этим, потому что это важно. Теперь по поводу... Да, это я взял бумагу по поводу конфиденциальности. Это особенно для стажеров. Вот, например, как мы решаем вопросы конфиденциальности. Натбанк запрашивает, и вы должны со своими клиентами, но только не с жуликами, с нормальными. Вы можете говорить следующее, что свыше определенной суммы, 50 тысяч, мы должны давать информацию разово, когда свыше, или так? Да, когда разово свыше 50 тысяч заказывает гривен наличность, то мы даем информацию по каждому клиенту Натбанк. Так вот, у нас таких писем и разных информаций, которые мы даем в Натбанк, это больше для стажеров, навалом. Как мы поступаем вселенной арестом? Ну, во-первых, вы просите этих людей, пусть они 49 и 999 делают, ну там, на зарплату. Иначе они попадают в файлы Национального банка. Мы, никакой информации по ним, даже которые попали сюда, но это наша вина. Нам надо разговаривать с клиентами, и все эти информации они должны изучить. Значит, вы запишите себе, да, что все требования Натбанка, по каким суммам, по каким этим самым, ну, информировать Натбанку, мы должны доводить до директора в отделение. Но мы за вас эту проблему решили. Кроме нас, ни одного банка на Украине, который уперся рогане, да, и мы не даем название фирмы. И не даем его идентификационный пол. Мы когда даем информацию от Натбанка, это единственный банк у нас сегодня, возникает с Натбанком, естественно, проблема. Вот есть такая форма 20 самых больших кредиторов. Мы просто пишем юридическое лицо, физическое лицо. То есть есть требование Натбанка. Давайте нам 20 крупнейших кредиторов. Давайте нам, кто обналичил свыше 50 тысяч. Давайте нам, кто посылает свыше 250 тысяч долларов. Мы до вас доведем, что они от нас требуют, да, и вы со своими клиентами говорите. Свыше такой-то суммы лучше не отправляйте. Они, правда, еще пока до этой информации не добрались, но они накапливают эту информацию от клиентов. Но это только в случае, если вы уверены, что клиент давно работает, кредитная история хорошая, это не жулики. Ну, с такими обязательно мы обязаны им говорить. Он может сказать при этом клиенту, да мне плевать. Ну, плевать, чтобы ты просто знал. Свыше 50 тысяч попал в файл. Вот что такое конфиденциальность правоцбанка, в отличие от всех остальных банков. Мы живем этим, да? Ни одна цифра. Вот другим банкам, одним банкам на это вообще наплевать. Это в основном государственные, да? Типа Сбербанка, ПИБа, вот, там, Укоразима. Да плевали они на это, они ни с кем. В лучшем случае операционистка случайно узнала о том, что запрашивает нацбанк и скажет. Для нас это вопрос идеологии, да? То есть, когда нам попадает какое-то требование нацбанка, что-то новое они выдумали, вопреки закону, выдать, это сразу выпадает или останавливается на Елене Арестовне, или на ее заместителе на каком-то, или на мне, если они не доглядели. Понимаете, в чем разница, да? И миллион таких вещей, которые мы не даем. Вот когда меня спрашивают, что такое конфиденциальность. И вот когда вчера мы разговаривали с одним стажером, да, ну, я не помню, кто-то хорошо рассказывал, как он пытался клиента зашить, вот. Вот даже выходя, можно спросить, чем мы отличаемся. Вот вы, крупная фирма, вы покупаете валюты? Покупаю, да? А вы свыше 250 тысяч отправляете? Отправляю. Так лучше, чтобы вы знали, эта информация попадает в нацбанк. И ушел. И пусть он думает. И почему ему в банке об этом не сказали? Это не право взвать. Мы все время за этим следим. Это для нас вопрос. И вот таких вот вещей, которые поступают из разных служб, там, министерств, всяких от статистики, антиноматбольного комитета, миллион. Но сейчас мы будем до вас их доводить, чтобы вы понимали, что такое конфиденциальность справок с банком. Это вопрос идеологии. Нам плевать. Хотят клиенты это, не хотят. Интересно им это. Боятся они этой информации, не боятся. Мы у них даже не спрашиваем. Мы строго по закону. Максимально сокращаем информацию для любых служб. Лишь бы клиенты не узнали. Лишь бы ничего о них как бы не узнали. А идея такая у меня как бы появилась. Я везде ездил всегда. Я раньше ездил часто в Москву. И случайно зашел в Мостбанк. Снимал деньги, 10 тысяч долларов, мне надо было. Они говорят, снимите 9999. Я говорю, да что я буду снимать? Мне нужно 10 тысяч. Попадете в этот самый, в налоговую инспекцию. Я говорю, да плевал. У меня деньги задекларированы. Карточка украинская. Ни в какую. Уперлись и не дают. Я говорю, ну давайте я буду звонить вашему руководству. Ну просто меня это зацепило. Это вопрос был идеологии. Ну как бы это уже неправильный менеджмент. Что они у меня, это рабы. Это люди, которые без здравого смысла. Им сказали? И все. То есть если клиент упирается и хочет, ну пожалуйста. Но сказать ему об этом, наше обязанность. Так. Вот господин Никлюдов, выговор я ему объявлю, пишет следующую служебную записку на обращение господина Островского о поисках клиентов для развития дисконтной программы. Среди клиентского баллонского отделения нет лиц, которых бы интересовала данная программа. На прошедшей неделе с потенциальными клиентами данное направление не обсуждалось. По той же причине. И не будет у вас никогда никого. Это у меня. А, это у вас, да. Да. Я думал его. Нет. Хочу достать. Да. Меня. Ну. Что вы думаете? Я буду... Это что за ответ такой? Ну, дело в том, что я могу все объяснить. То есть, я за каждое слово подписывался. Пожалуйста, к трибуне объясняй. Выходи. Ну, я уж думал, что бывшего директора достать. Объяснять. Пусть нас рассудят, наши коллеги, как мне на такие служебки реагировать. А дело в том, что среди клиентов на областной отделении действительно нет торгово-сервисных предприятий, которые бы проживали по такой программе все другие вещи. Да. Среди потенциальных клиентов, с которыми я общался, были в основном авторики, производители товаров. И тоже, как бы, ну, заинтересованных их не было. Угу. Кому предлагать эту программу, я не знаю. То есть, я знаю, что эта программа очень хорошая. Более того, я могу сказать, что когда я работал, ну, стажировался... Так, стоп. Значит, есть две позиции такие, да. Господин директор отделения говорит, что среди потенциальных клиентов, ну, тут написано, каких-то среди клиентов и потенциальных клиентов данное направление не обсуждалось, потому что их это не интересует. Вы считаете, кто считает, что он правильно ответил? Давайте проголосуем. Я считаю, что ему выговор надо за такой ответ. Ну, то есть, я считаю, как, да? А вы мне пропонируете, да? Я считаю следующее, да? Во-первых, эта программа всех интересует. И в припрыжку за ней все бегут. Эта программа интересует и тех, кто пользуется дисконтной программой, и тех, кто хотят получить 50 тысяч клиентов, держателей правых, карточки правых с банком. Только сумасшедшие в магазине, сумасшедшие, безумные, откажутся от того, чтобы включиться в эту программу. Потому что он попадет бесплатно в каталог за 1%, даст дисконт, попадет в каталог наш, бесплатно. Любой магазин и так дает скидку. Я в любом магазине скидку беру, из принципа. В любом. За границей мы берем скидку в любом магазине. Нет такого магазина, который бы не дал скидку, если только ты покупаешь у него на 5-10 тысяч гривен товар. Может, вы такой знаете магазин? Поднимите руку, кто знает такой магазин, который не даст скидку, если я ему за 5 тысяч гривен буду что-то покупать? Я слышал, что у Гэри Вебер на Подоле есть женская одежда, что они не дают сейчас на английский. Громче, ты говорите, потому что... Гэри Вебер на Подоле. Я слышал, что Гэри Вебер на Подоле, магазин одежды, не дает сейчас скидку. Вообще, у нас же они работают и у них нет... Так, давайте спорим, что это вопрос всего лишь суммы. Они как раз включены, да. То есть дали нам, видите? Слушайте, только безумные магазины на это... Нет такого магазина в мире. Ни в Швейцарии, ни на Украине, нигде. Почему я говорю о том, что 5 тысяч гривен это... Ну, на самом-то деле наши клиенты, там, многие придут на 5 гривен покупать, да? На одну. Ну, конечно, если у директора отделения, это вас касается, да? С фантазиями напряженно, это то, что вы меня спрашиваете. И с мозгами. Тогда, когда вы придете к идиоту, директору магазина, он скажет, ну и что? Придет ко мне, я торгую этими консервами. Ну, ладно, консервами там сейчас никто не торгует. Я торгую в магазине, у меня водка, там, ну, шмотка, всякая дрянь, ну, много номенклатуры. Что это я с водки буду давать с бутылки процент... А на сколько стоит водка? 7 копеек. Ну, самая дешевая, какая? 7 копеек. Бутылка водки 5 рублей. Ну, 6 гривен водка. Так вот, если директор отделения замороженной, да, и с таким же замороженным разговаривает, ну, вас это не касается, я думаю, что у вас все получится, да? То директор замороженной этого магазина скажет, да нафига мне за 7 копеек целый договор подписывать? Ё-моё, еще с вами там это считаться, кто придет? Ну, мне и так покупают водку. А если я приду, я ему скажу, ты что, старик, сумасшедший? У меня в твоем районе 4 тысячи владельцев пластиковых карточек. Если ты дашь им 10-5 процентов, они все в твой магазин попрутся. Потому что рядом нет этого. И тогда у тебя будут покупать эти 2 тысячи человек, да, берем по бутылке водки в день. Вот, то есть полная импотенция, да, я с этим мириться не собираюсь. То есть как вы должны были поступить, да, я не хочу даже ничего. Вот, я понимаю так, вы-то человек активный, я, у вас высокого мнения. Я понимаю так, что вы ничего не поняли, да? Да все я понял, Леонид Иванович. Вы ничего, а вас ждите. Вы ничего не поняли. Если поняли, тогда... Ну, можно я письмо? Ну. Для того, что я стажировался в отделе по работе с клиентами в конце июня. И на вас написал служебную записку о том, как развивать дисконтную программу. И письмо составлял я, получается. И за служебную записку получил благодарность, кстати говоря. Ну, правильно. Потому что, ну, вскрыл проблему. Я же говорю, что вы выдающийся. Да, то есть я как бы... Стоит в том, что я как бы, ну, целиком проникся этой программой. Я знаю, что это очень хороший инструмент в привлечении клиентов. Вот, но, как бы, с теми клиентами, с которыми я общался, ну... Да мне плевать, с кем вы общались. Ничем мне это плетет? Ну, с автовика мне общались. Да зачем мне это слушать, да? Ну, если вы импотент, до свидания. Ну, в бизнес. Идите и ищите. А что, я за вас буду ходить по магазинам? И... Это программа. Это вас характеризует. Это идиотское... Обождите. Это совершенно идиотское объяснение. Я его не принимаю. Я не принимаю такое объяснение. Тогда конец света. Я хочу услышать что-то другое. Я руководствовался электронкой, которую я получил. Но там ничего о развитии не было сказано. То есть было сказано, что нужно делать осчет, если я продолжу... Я понял, как. Я-то вижу вас. Да, вы человек серьезный. И у вас все получится. Только я не хочу глупости слушать. Я понял и хотел за вас сказать. Вы не поняли, о чем речь. Вам звонит какой-то Островский, да, и начинает вот вам рассказывать. А где работа? Надо было по-другому сказать. Я только начал работать. Ну, сказал. Да, два дня. Нафига вот это пишет? Ну, это сейчас я вам личное дело отправлю. И будет у вас это написано. Что вы ноль. Ноль. Вот здесь написано четко. Среди клиентов Аполлонского отделения нет лиц, которых бы интересовало... Да я вам сейчас любую программу... Мы же каждый день программу заряжаем. Значит, по каждой программе вы будете писать. Среди клиентов Аполлонского... Да там нет клиентов вообще. Там плохо мать. Откуда они ее не возьмут? Ну, дело в том, что я объяснял Островскому по телефону, что я работаю с потенциальными клиентами, нарабатываю в базу, что мне эта программа нравится. Так вот, надо было вам написать. Тогда я, поскольку это вас касается, я вам выговор, не знаю, объявили уже или нет, потому что мы уже не успели, а? Тогда мы выговор остановим. Но когда вы не можете по какой-то причине что-то сделать, вы должны были просто написать Островскому и сказать, продлите мне срок до такого-то, программа интересная, я ее выбрал. А писать дурь такую, и оттуда же сразу у меня рисуется портрет человека, который ни на что не способен. Вот и все. Ладно. Кто считает, что я не прав? Скажите, давайте обсудим. Или никто не хочет связываться с ним? Давай. Рядом полно всяких идиотских точек и всяких мест. Так это, во-первых, классная тема для того, чтобы завязать отношения с торговыми организациями. Сначала мы им дисконт, ни в коем случае не навязываем обслуживание. А потом уже начинается, уже мы знаем, как его зовут, где он находится, уже поздравительные оттытки пошли. Мы знаем его, с праздниками уже поздравляем. А дальше при случае позвонить, сказать, слушай, старик, зайди, поговорим об этом. И все. И он клиент. Так, теперь вот еще, значит, у нас интересная тема. Вот директор Мироновского отделения есть? А куда делся? Ну, Инсану, тут такая тема. Мы говорим, заключайте договора с казначейством, да? Пишет директор Мироновского отделения мне следующую большую служебную записку. Значит, безусловно, это интересная программа, но они требуют компьютеров на 6 тысяч гривен, бесплатные установки клиент-банк 535, бесплатное обслуживание по системе клиент-банк 2, 570, общая сумма затрат 10 тысяч гривен. Ну, почти. Мироновское отделение, безусловно, будет иметь доходы только от продажи ресурса, так как все операции будут проводиться на безоплатной основе. Ну, в общем, я хочу сказать, что ничего не понятно. И никакого решения я по этой бумаге принять не могу. Это написано совершенно непонятные какие-то вещи, хотя отделение хорошее, ну, периферия. Теперь по поводу выполнения выполнения вами, директорами, важных поручений Центрального банка. Вот идет поручение. Как вы оцениваете работу департамента по развитию клиентской базы? И как вы видите организацию его работы, а также порядок взаимодействия с отделениями и участие в прибыли? Поехали. И тут же идет, как вы видите организацию работы, а, ну, это моя резолюция, дальше идет директор, ну, вот, Ягодинская есть или нет? А? Сообщаю, что для областных отделений департамент по развитию клиентской базы может оказать помощь в случае нахождения на территории отделения представительства фирмы города Киева. Написано, как вы оцениваете работу департамента по развитию клиентской базы, и как вы видите организацию его работы, а также порядок взаимодействия с отделениями и участие в прибыли? Сообщаю. Вот, еще раз читаю ваши ответы. Может оказать помощь в случае нахождения на территории... Вы что, меня за идиота принимаете или как? Нет. Если пишите... Или я ненормальный. Или тот, кто это писал. Может, не вы писали? Вы? Ну, для чего? Зачем вы мне это написали? Я чего у вас просил? Просто мы с этим департаментом не сталкиваемся напрямую и с ним не работаем. Да чего же вы это все не написали? Что я не понимаю, о чем вопрос. Да? Я вообще не знаю этого департамента. Ну, тогда бы я считал, что это нормально. А так, как мне считать? Ну, скажите всем. Пусть все же и послушают. Пусть нас рассудят. Как же быть? Я не правы. Прав. С вас бутылка. Да? Вы больше меня за идиота держать не будете? Нет. А как вы должны были поступить? Когда вы не слышали никогда об этом департаменте? Ну, так и написали, как я сказал сейчас, что мы с ним не работали. Караул. А как должен был... Какие есть идеи у кого? Как должен был поступить директор ягодинского отделения? Присяживайтесь. Когда он не слышал никогда о таком департаменте. Есть идеи у кого? Ну, поехали. Поехали. Скажите. Погромче. Сделать запрос в департаменте, чтобы он выслал перечень услуг, которые он может предоставить. Помощь. Какое он может оказать реакцию? Чтобы можно было сделать вывод? Ну, конечно. Да. Конечно. Кто хочет развить эту мысль? В любом случае, что вы думаете по этому поводу? Там было предложение к этому... Что вы думаете, что нужно было сделать, чтобы ответить нормально на эту... Ну, я, к примеру, хочу свое сказать мнение. Вот там было написано их работа. Вот отчет был Турика, и он сделал то-то-то. Да. Я на самом деле никто черт увидел. У меня есть клиент, которого я сам не могу с этим допустим. Ну. Я могу обратиться к нему и запомнить, что помоги мне его затянуть, да, исходное, и вот я хочу с ним работать. Я считаю, что вот это. Я это написал. Нет, хорошо. Это вы написали. Не то писали. Как вы думаете, что нужно было сделать? У меня спрашивали. Во. У меня спрашивали. Ну да, у вас, да, быстрее. Для начала я действительно выяснил функции состава самого отдела. Не шепчите, потому что всем страшно. Сначала я выяснил бы функции состава этого отдела и попробовал бы действительно оценить его работу, потому что по той отчетности, которую вы предоставили, он срочно... Написано. Как вы оцениваете работу департамента по развитию клиентской базы? И как вы видите организацию его работы, а также порядок, взаимодействие? Что нужно сделать, чтобы ответить на эту электронику? Кто скажет? У кого есть гениальные... А? Что? Если нет взаимодействия с департаментом, то, соответственно, его надо наладить. Что нужно сделать, чтобы выяснить, как ответить на эту... Ну, вот. Сколько клиентов хотите в электронную... Караул на стороне... Информацию нужно собрать. Какую информацию собрать? А? Позвонить другим директорам. Кто это говорит? Кто говорит, что позвонит в департамент? Да. Ё-моё! У меня такое чувство, караул. Ну, мне тогда вешаться надо. Вы что говорите? Ну, позвоните в этот департамент и выясните, что он делает, если вы ничего не знаете о нем. Позвоните тому, кто инициировал эту... Эээ... служебную... Ну, кто инициировал электронку. Позвоните, или не арест, или спросите, или ареста, караул, я не знаю, что это за департамент, или что вы от меня хотите? Ну, ответ-то ваш нужен. Мы же работать не можем. А за идиота меня принимать, это что, писать нет? А кто же будет руководить банком? Ну, мы завтра уйдем в отпуск. А вы что будете делать? Плохо с идеями, да? Можно ходить вокруг да около, сколько угодно, да? Написали какую-то глупость, да? И начинают выяснять, где-то информацию, гласная идея у вас стоит. Вокруг ходить, и где-то высасывать из пальца информацию. Когда есть телефон, и человек, который этим занимается. Ну, так это же им подразумевало. Так что же вы подразумеваете, так странно. Как-то... Собрать информацию, может, позвонить другую. Ну, на улицу выйти, собрать, я понимаю информацию. Где ее собрать? Значит так. Все ответы, ну, такие, полуэто самое. Ну, неплохо, кстати, есть ответы. Почу его. Кто хочет выступить и по поводу этого департамента высказать какие-нибудь идеи по клиентской базе? Есть у кого-нибудь, Денис? Давайте начнем с того, кто-нибудь с ним работает или нет? Есть директора отделений, которые с ним работают и знают... Да вы сталкивались с ними. Ну, не сами выстрелы от меня, я не сказал. Нет, ну, многие же сталкивались. Вы сталкивались? Да. Ну, что вы можете сказать, как нужно, чтобы работала в департаменте? Подымите. Есть и директор? Ну, просто желательно, чтобы он как-то более согласованно работал с директорами и учитывая то, что в этом департаменте люди работают, которые раньше занимали должности в каких-то определенных министерствах, в ведомствах государственных. То есть, можно было бы наладить какое-то взаимодействие, они давали бы данные, информации по клиентам. В таком именно плане. Потому что там действительно потенциал сложно. давать вам какую-то информацию, а вы бы уже пошли? Да. А если лучше встречаться на более высоком уровне, то Станислава Григорьевича можно всегда попросить, чтобы он подъехал в Турик. То есть, вы видите работу, вы вообще, нужен этот департамент? Конечно, нужен. Зачем он нужен? Объясни. Чтобы привлекать клиентов. Ну, как их привлекать? Какие? Система, что была? Система привлечена. Что вы имеете в виду, что за системой? Ну, вот даже у директоров, по сути, на отделение в данный момент, нету элементарной базы данных по клиентам появлений. Ну, говорите определенное. То есть, они должны работать над созданием базы данных. Да? Да. Что еще они должны делать? Рактуровать клиентов по определенным группам в территориях, например, на территории. Да. То есть, вот в России, например, в банках... Вы совсем молодой, да? Вы же не работаете еще. Это хорошо, класс. А вы-то что? Вот в России, например, в банках... Зачем мы в России? Значит, первое. Это то, что должны информировать вас по системе, по информационной базе. Что еще вы от них хотите? Ну... Плохо с фантазией. Кто хочет сказать, что нужно... Представляете? Ну, или не нужен. Получается, тогда по-вашему департамент такой не нужен. Почему? Ну, потому что у вас... Вам он не нужен. Как не нужен, я знаю. Вот так не нужен. Помогает, да. Тогда говорите, чем помогает и как бы вы хотели, чтобы он работал. А если вы говорите о том, что... Ну, нужен. Зачем нужен? Ну? На более высоком уровне нужно с туриком идти. Как с вице-президентом. Я так понимаю. Ну, то есть он нужен вам только для того, чтобы когда клиент на высоком уровне, вы ему звоните, он приезжает и тупо с вами идет к клиенту. Правильно? Не только для... Ну, не только. Ну, скажите ему что. Он может дать информацию. Ну, информацию я слышал. Все. Ой, страдание такое. Ну. Нажать сверху. Нажать сверху. Он не нажмет сверху. То есть... Нужен нам такой департамент? Я считаю нужным. Зачем? Я работал в Левчинке, да, где сейчас работаю. Но мясокомбинат был запутан. Что такое? Вы Левчинке? Есть там работник. Работник. А. Значит, он вышел на... на Ассоциацию Укрмясо. И через эту Ассоциацию немножко поджали вот в Левчинке мясокомбинат. Бухнул с ними, и вы сразу пошли вперед. Я там работал, потому что я три раза встречался и сегодня уже как бы достигли соглашения и все-таки я вспоминаю, открываю счет. То есть Левчинка нужен только для того, чтобы он звонил в какие-то министерства, ну, кабинеты, да? Нет. Дело в том, что они знают жить больше здесь, на кого через кого-то поджать какие-то... Зачем нужен этот департамент? Для взаимодействия, для привлечения клиентов. А ну, пустые, ну, что меня... За кого держать? Конкретно. Заводействия, для расширения, для всего на свете. Это... А? Показания помощи, еще... Ну, глупости какие-то. Ну, для чего нужен? То есть вы как бы понимаете, но сказать не можете. Правильно? Ну, вы для белой церкви подходите, ладно. Значит, кто хочет сказать, зачем нужен этот... Нет, вы... это... Домбождитель. Я хочу понять, с кем мы имеем дело с директорами. Нужен вам этот департамент или нет? Нет. Да. Не надо. То есть вы считаете, его надо закрыть? Правильно? Нет, я считаю, что если у кого-то получается с ним работать, то пускай работает. То есть вы как бы считаете, плевать на этот департамент, вам вообще никакой не нужен. Правильно, этот департамент? Почему? Потому... В данном случае, меня не интересует департамент, потому что... Ну, вас никакого не интересует, я же вас знаю. Нет, по опыту работаю, с этим департаментом у меня, скажем, ни один клиент не работал, и, как правило, они очень много обещают. Причем здесь этот департамент, я же вас и спросил. Нужен нам такой департамент? И что вы от него хотите? Нужен нам такой департамент или не нужно? Информацию. А? Только информацию. Чтобы от отхода сюда падали. То есть вам нужна только информация? Только информация. Какая информация вам нужна? Ну, например, с кем работает это предприятие? Какие у него связи, там, директора, связи о самом директоре. Если это люди работали в отраслях, которые знают, допустим, по легкой промышленности, по пищевой промышленности, по тяжелой, там, ну, не важно. Нужна просто информация, как можно больше информации от руководителя. Так. Понятно. Значит, вы считаете, что вам нужен он. Значит, вот господин Белостурковский начальник сказал, что Левченко с кем-то вот сделал это дело, вот, ну, да? И облегчил ему жизнь с мясокомбината. Так. С мясокомбината. Два человека, Бибик и господин Дроволь, нужна им справочная информация и связи директора с кем-то бухает. Да? Или что? Ну, это было легче. А? Это тоже. Что нужно? Ну, чтобы я списал. Ну, всю информацию. Какая именно? Ну, скажите всем. Или вы как бы в общем говорите, ну, какая информация? В каком костюме ходит? Или что? Рестацион ест? Что это? Нужно. Нужно. Новые связи, да. То, что он предпочитает, допустим, что он занимается чем-то совсем. Какой ресторан ходит, да? О, кошмар. Ну, полная путаница. Вы что-то начали за здравие, что-то умное говорили. Ну, какая информация нужна? Ну, связь, радио вы. С чего? Что умное? Отклинивание. Бизнес. Отклинивание. Ну, я писал сюжетки свои... Только не шепчет. Не шепчет. Значит, я писал сюжетки свои так. Значит, в первую очередь нужна база данных, которая... То есть, вы говорите тоже, нужна база данных, Да, это я говорил уже, да. Нужна база данных, которая формировалась бы не только самим департаментом, а в первую очередь отделениями. В этой базе данных... Это другой департамент. Это будет заниматься другой человек. Вот сейчас мы взяли, повысили исполняющие обязанности. Я беру директора департамента из аграрного отделения. И мы начинаем с ней, с моей дочерью... Да, он не нужен. То есть, вы считаете департамент... Я думаю, это его... Значит, Новиков считает не нужен. Но я от вас больше его не ожидал, если честно. Не нужен. Я считаю, нужен. Да. Я думаю, он мог бы оказывать методическую помощь директорам отделения. новую... Как вы же выберете? Шерен. Шерен, да. Оказывать методическую помощь. Какие принципы есть? Ну вот, как можно привлекать клиентов? На что, каких клиентов можно взять? То есть, в каких областях они работают? Какие им нужны услуги? Методическая помощь, то есть, как легче клиенту... Как подойти к ним? Как, с какого конца зайти? То есть, вы, я так расшифровываю, да, очень тяжело формулируете. Вы имеете в виду, какие привлекательные рычаги для этого... Они должны вам формулировать, и вы уже, когда идете, вы уже идете, и уже знаете, что ему... Что ему наплески? Правильно? Класс. Какие привлекательные... То есть, как сделать предложение, как говорят в мафии, от которых он не может отказаться. Дальше. Кто еще хочет сказать? Я считаю, что как бы этот департамент должен заниматься потенциальными клиентами. Обычки. Потенциальные клиенты... потенциальные... Да, именно базы потенциальные... Ну, потенциальные... Потенциальные все, потенциальные... то есть, должна быть собрана информация по каким-то оборотам, этих потенциальных клиентов, и на кого обращать внимание. И нужна... Татьяна. Наверняка, то есть, чтобы этот департамент собрал информацию о других банках. У них есть недостатки, и чтобы на этих недостатках мы выигрывали. Ага. Значит, чтобы он дал вам информацию, дал вам... Подождите, классная идея. Чтобы он дал информацию о хреновых банках, да? О недостатках других банках. Или о других... О плохих... О недостатках других банках. Класс. Представляете, идем в ПИП, а выяснено, какой недостаток. Что ПИП с утра до вечера стучит на клиенца в разные... то есть, он чтобы... Я не знаю, как это... или берем мы недостаток банка... хорошо. Что банк какой-то рога и копыта не переводит, он узнает в три дня, ну, три дня тянет резину с деньгами. Мы когда идем, уже знаем и говорим ему, старик, тебе три дня деньги переводят, а мы за сорок минут это делаем. Класс. Классная идея. Класс. Что еще? Какие есть идеи? Ну? Ну, во-первых, обязательно иметь клиентов баз данных, где они обслуживаются и местонахождение. Это будет играть... Хорошо. Что? Можно изучить контрагентов, предприятияний. Может, это контрагенты, клиенты... Ну, можно пофантазировать и взять эту информацию. Ее невозможно достать. Ну? Нет. Прямо, тут я не согласна. У нас есть клиенты банка, которые имеют контрагентов и мы видим... Этим будет заниматься девочка Наташа, а? Кириченко и моя дочь. Это совсем другой департамент, который будет заниматься анализом... Сейчас мы едем очень серьезно. Зачем еще нужен или не нужен? Можно запрещать хобби и увлечение там. Хобби и увлечение. Класс. Только я думаю, что это... Это все информация идеи. Это такое. Хотя, что-то может быть, надо ее высосать. Это невозможно. Что он играет теннис. Хорошая идея, только не ее взять. И можно пойти с ним в теннис, сразиться. Нужен? Тогда давайте проголосуем. Другим? Кто считает, что он не нужен вообще? Ну, судя по тому, что молчат. Вы? Что думаете? Я? 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 А что, не ясно? Я не знаю, что-то. Я не знаю. Или вы смотрите по сторонам. Кто? Ну, еще у меня есть такое предложение, чтобы этот департамент собирал информацию от директоров, и они в этой информации должны предоставлять свой положительный опыт в привлечении клиентов. Да. Класс. И чтобы... Собирание положительного опыта в привлечении клиентов. Только из вас, если ничего не выделить, так это, конечно... Это как вас зовут? Рябенький. А? Рябенький. Да. Отлично. Ну, поехали. Кто еще? Положительный, так пусть и отрицательный. Быстрее. И отрицательный. Это в конце концов уже есть. Да. Это когда я писал презентацию, там обязательно отрицательные положения. Кто еще хочет сказать? Хорошо бы, если бы там были функционеры, которые бы знакомили нас с теми-то важными делами. Так. Кто же у нас? Вы. Нужен вам этот департамент? Да. Нет. Не нужен? Нет. Я считаю, что вот эти все пункты, которые мы перечислили, это обязанность директора, и он должен собирать эту информацию, анализировать ее и так далее. А поскольку отделений становится все больше и больше в Киеве... У каждого пусть делает как хочет, да? Нет. У каждого будет свой регион, то есть фактически. Да вы шутите. Да вы скоро будете ходить в вас такое здесь войско, чтобы вы к одному клиенту по 10 человек в очередь, знаете, как этот бендер вместе с этими состенными... Давайте так. Кто за то, чтобы этот департамент ликвидировать? Он мне нужен. Поголосуй. Один, два... Кто за то, чтобы... Три. Кто за то, чтобы он был? Так. Вы считаете, что он нужен? Так. Если... Вы зачем он считаете? Для информации. Для информации. Вы зачем? Я считаю, что, Евгений Григорьевич, есть определенный человеческий фактор, и когда, в общем-то, у нас, к сожалению, иногда градации директоров отделения бывают достаточно молодые. И человеческий фактор... То есть нужно постарше брать таких мудрым, с седым видом зубых, как и юркие, валенки, и пусть... Из опыта. Да. Хорошо. То есть вы по этой причине. А вы... Да. Ну, у нас вакуация раз, конечно же, и еще департамент будет заниматься привлечением крупных системных клиентов, потому что... Системных. Как же он должен это делать? Ну, все-таки уровень департамента... Что вы имеете в виду? Как вы представляете... Он может пытаться копать на тех системных клиентов, которые служат сейчас в ПИБе, где-нибудь еще. То есть собирать информацию... Копать. Поднись к... Собирать информацию о системных клиентах. Хорошо. Теперь я вам скажу, что я думаю по поводу ваших ответов. Зачем я вам пишу электрон? Мне совершенно... Как бы... Ну, здесь есть... Я не хочу... Ну, есть... Интересные... Да, вот... Емлиханов. Это кто? Да. Что-то умное пишет. Вот. Значит, на самом деле, конечно же, такой департамент нужен. И есть идеология этого департамента, изложенная мной. Значит, вы запишите, я ее вам разошлю. Во-вторых, зачем я вам это пишу? Конечно же, не все вы... Не все вы, как бы... Да. Не все вы, как бы, имеете одно мнение, да? По этим вопросам. Вопрос решен. Департамент у нас этот будет. Он будет громад. Он будет зарабатывать сумасшедшие деньги. Я возьму тут человека, который начнет управлять вами и гонять вас и зарабатывать будете и вы, и он, и он должен обладать... Ну, там должны работать, да? Вот я его вижу, есть моя идеология по этому поводу. Туда можно понабирать бывших министров, заместителей министров по разным отраслям, и они поехали по своим корешам звонить. Это раз. Второе, там должен быть правильно говорят серьезный информационщик, который ищет базы, дает деньги в разных госкомстатах, они предоставляют информацию, он ее анализирует, дает вам. Ну, вот смотрите, из того, что даже вы дали, да? Ну, каждый бы из вас ведь умные вещи. Вот я Левченко хотел выгонять. Сейчас бы, если бы вы не выступили, да? Ему два дня, а как жить осталось? А теперь останется. Потому что, хоть вы и не можете сказать, что думаете, да? как бы высказать мысль. Ну, хоть что-нибудь напиши. Мне нужна любая, любая мысль. Если вообще нет мысли, вот как пишет директор правороскового отделения. Прошу вас дать время для ответа на электронную почту. Чего это вам давать время для ответа? Садитесь ночью и пишите. Потому что, если ничего нет, один такой электронка, вторая такая электронка, третья, да? Все, я понимаю. Конец света. А что за что-то ждать? Я ответил. Не знаю. Я говорю о том, я на вас тоже хорошего мнения. И у вас там шевелится что-то. Ну, в этом проворачи. Против клиентов. Все нормально. Я же понимаю. здесь нет ненормального. Здесь все нормальные люди. Любой потенциально может ответить на но мне нужно все это для того, Елене Арестову, что я беру ваши все эти десантные, да? Дальше в тупую даю любому клерку у господина Кучкова, чтобы он это все в этом таблицу привел, да? и все абсолютные высказывания, да? Не надо даже анализы. Я тут же их отдаю Елене Арестову, не заместителям. Мы собираемся, вычеркиваем глупости всякие, да? Оставляем умное и все. У нас появилась идеология. А что такое идеология? Когда у нас есть идеология, мы понимаем, кто должен быть начальником, да? на каких принципах должен работать для человека? Все. Дальше у нас появляется департамент 100 человек, 200, 300. И такие департаменты в некоторых банках есть, особенно на овале. Там они набирают бывших министров, замминистров и всех. И побежали они бухать с утра до вечера с клиентами. Это только одно направление. Но мало того, они знают отрасль глубокую. Они знают, под что можно выдать кредиты. Это люди носители сумасшедшей важности информации. Потому что пока мы с вами доедем до того, как работает птичник, и что там в нем происходит, и можно ли его кредитовать, и когда они вздыхают, и какие риски, да мы всю жизнь будем работать не узнаем. А вот у нас работал начальник один, бывший министр. Он, любой птичник, знал, как свои пять пальцев. Мы кредитный портфель расширили за счет него. Стали выдавать кредиты, которых раньше никогда, правда потом не все нормально было, но тем не менее мы под Джон Диры пораздавали под трактора. До сих пор судимся, но Джон Диры такие мы... Вот какая идеология ответа пишите, что хотите. И о том, что если ничего нет, долго такой директор не продержится. Но чтобы ответить на электронку, нужно всего лишь позвонить ее инициатору. Кто инициатор этой электронки? Я. Позвонили господину Пучкову. Если непонятно, ну, ясное дело, не все, что тут может быть ясно, тогда вы ему говорите, старик, бегом черновецком мне нужна дополнительная информация. То-то, 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 то-то. Он тут же, у него со мной прямая связь, он мне по телефону звонит и говорит, ребята не могут ответить, потому что у них нет каких-то исходящих данных. но мириться с тем, что вы мне ничего отвечать не будете, да? Вы главные в банке. Тогда это не директор отделения, если ему ни хрена не надо. Вот. Или вот. Ой, Господи. Во исполнение распоряжения обязываю подготовить, представить департамент управления вариант проект-приказа, который будет учитывать интересы опытного директора, раскручивающего новые отделения. Как вы видите вопросы кураторства, когда опытный директор отдаст отделение новому? Некоторые ответы. Ну, вот нормально. Господин Голубь пишет новому директору. докладывает, что это распоряжение представим, не выполнено в связи с недавним вступлением в должность. Ну, ничего не понимает человек. Ясно? Ну, нормально? Мы подождем, пока он как бы оперится. вот. Это кто? Голубь. Я. Ага, вот. Тем не менее, желательно все-таки отвечать. Чувашов политехнического пишет. Прошу вас перенести контрольный срок на третье. Все, переносите, это кто? очень хорошо. Ленин Петрович, я что успел ответить, что... Он из отпуска просто вернулся, поэтому он попросил перенести сроки на третье. Да, перенесен на полиере. А приказ мы доводили до них? Нет? Приказ не будет. А вот, логочная подписка. Там, где есть приложение, там доводится. Нет, не доводили. Ну, да, это ваша ошибка. Но самое главное, тогда берите, доводите приказ. Хорошо. Да. Пусть они заново отвечают. Хорошо. И самое главное, если я сумею вас написать приказ, да, не всем это дано. Научу вас писать приказы, инструкции, я могу умирать спокойно. Вы всегда найдете себе работу в банке. В министерстве станете министрами, президентами, кем угодно. Но приказы писать, научиться, это не так просто. Пишите, что хотите, но корлякайте и страдайте. Вы руководитель. Вы должны писать приказы, уметь и какие-то положения. Иначе ни хрена не добьет лишиться. Тогда вы просто превращаетесь в агента по привлечению клиента. Вот это или вот такая была электронка. Представить отчет об интенсивности работы отделения с 19 до 20 часов за каждый день за период с такой-то по такому-то. Сравните это с общей интенсивностью в течение рабочего времени. Необходимо представить аргументированные предложения по данному вопросу по электронной почте. Что я имел ввиду, кто хочет сказать, когда я вас просил об интенсивности работы отделения с 19 до 20 зачем я это писал? Вы не должны представить информацию? Ну зачем я это вам мешаю жить? Спросил вас об этом. Значит стоит ли работать с 19 до 20 или нет? А вы как думаете? Я? Точно так же. Да, а вы? Да. А господин Сень как думает? Точно. Да. И вот он мне пишет следующую информацию. А вот ягодинское отделение ну моли это вы же хорошо работаете хорошее отделение или не очень я не помню как у нас хорошо работает на а ну нормально 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 я прошу прощения сообщаю что лексинское отделение порядок работы с 9 до 18 и все точка ну во всяком случае хотя бы сказали нужно вам с 20 начинать работать или нет тоже от остальное дал серьезную бумагу и сумма платежей вот и приведение тут есть и таблицы это мы установили лазерный пинк да а вот господин попол мне отвечает интенсив разработает отделение с периода с 19 до 20 в Печерском отделении очень низкое в средний день в моем отделении совершается 145 коммунальных платежей вечером совершается максимум 2-3 операции часто вообще нет обращения даже в период с 18 до 20 загрузка в два раза превышает загрузку в следующий час причем это в летнее время день длинный после 19 еще не слишком темно это очень важно что еще не очень темно ну и что же делать да ну мне же надо принять решение ну порассуждать хотя бы видите вы перспективу или не будет будет там толп какой-то или не будет что не сделано еще может что-то надо сделать или категорически надо сказать мы сделали все возможно мы работаем год уже я считаю что за это время полностью все знают или не знают и закрыть ну мы же бабки тратим там с 20 до 18 до 20 деньги тратятся я же вас и спросил продолжать или не продолжать или я же вас должен пишу или я же вас должен пишу да конечно так вот господин сень так ответил интенсивность такая с 19 20 одна выплата в ю это в стране да коммунального продвижения не было время отпусков заканчивается предлагаю проанализировать в течение сентября интенсивность работы с 19 до 20 всех отделений принятие решения у кого нет никакого движения график работы в меньше до 19 а сколько вы работаете уже по этой системе с нового года так я уже один раз работаю в Кремнице когда говорю когда я второй раз слушайте так я же вас спросил русским языком не русским начали написать вот смотрите предоставить отчет об интенсивности работы с 19 до 20 часов за каждый день за период с такой-то по такой-то где отчет а что же вы до этого не кричали потом на каждом совещании караул я в самом начале выступил об этом сначала это вы сказали а потом когда мы уже год работаем вот необходимо предоставить документированные предложения по данному вопросу и сравнить с общей интенсивностью этого тоже нет ну это конечно все не очень впечатляет и мы здесь столько собирались вы же ни разу не кричали караул Дарья Михайлович никто же никого же не было с января ни одного человека ну где покажите ваш где написано караул с 18 до 20 ни одна сволочь в отделение не идет у меня сидит Ирина Николаевна да конечно не построим мы капитализм с вами это сто процентов да ну конечно вы лучше из лучших но просто как вы хорошо работаете просто зачем вам матери тромки не буду вам писать не хотите отвечать и не надо расширяем слабенько написал вот очень интересная информация Белоцерковского отделения работает в следующем режиме с 9 до 18 обед с 13 до 14 суббота с 9 до 14 выходной день воскресенья точка и что мне делать с вами а не построим капитализм я же не могу никакого решения принять мы же не можем здесь вместе вынести все это на этот самый так а про врач вы что не работаете в субботу вот вы пишете интересно согласно электронной почте довожу до вашего сведения что про врач отделение работает до 18 часов точка но если вы работаете в субботу то что там движется или нет субботу нет ну ясно ясно шибко умным будешь вообще клиенты ходить перестанут подумаешь что мы их оскорбляем я рассказываю что если с директором завода красномордым этим самым государственным поговорить на умную тему он обидится вот и в жизни руки не подаст я в ужасе от того как вы выполняете распоряжение в моей я мириться с этим не смогу это и есть уровень директора там где есть высокие результаты как у господина Сеня можете написать идите подальше и отвечать ничего не будет или у господина Крашевского тоже далеко по части этих самых не ушел хотя самый лучший из директоров и сейчас мы уже когда мы там заговорим на пароле языке голосовой свечи сколько бабок уже заработали мы должны были там вопросы для там проблема кому-то голорать и представлять на пол если вы будете одинотницей я отдам другому не делается не знаю билан билан всю жизнь это делать вы должны сразу на меня жать чтобы я его как бы чувствую как раз есть хорошо можно я подниму да когда Леонид Михайлович спрашивает какие проблемы с головным банком если ни у кого не сломался кондиционер его вовремя не починили или бедро мусорное не заменили то других проблем никто не поднимает но каждый день кому-то не подписывается тариф не подписывается кредит кому-то не выдается пластиковая карточка например в последнее время было несколько кредитов где я отказала я видела что директора не согласны со мной то есть я привожу свои аргументы директор не согласен и уходит кредит не выдается никто ни с кем не обсуждает я поняла что директора просто боятся на УСНК никто не боится сказать что кондиционер не повесили или какая-то буква а на Кельчицкую Зубрицкую на кого еще на всех остальных боятся да сегодня Кельчицкая написала Кельчицкой знакомой написал письмо чтобы ему изменили тариф этот клиент обслуживается на одном из отделений я позвонила директору и говорю что я на вас расписываю чтобы вы высказали свое мнение а директор говорит я хочу вас попросить чтобы вы не расписывали потому что я не хочу вступать в конфронтацию с Кельчицкой мне срочно надо чтобы я этого директора достал если он не хочет я могу сказать что он не один кто не хочет конфронтировать с Кельчицкой с Зубрицкой с Черновецкой с Логошняк до свидания с концами вы тогда становитесь исполнителями вы не руководители да только конфликт это конец вот сюда встречаемся потому что конечно иначе тупик все мертво но это мы обязательно до этого как бы доберемся так же не пойдет теперь по поводу последнего я уже по поводу того чтобы вы нормально организовывали стажировку директорам ну этим нашим стажерам потому что есть ну разные а где ваши потому что потому что в некоторых случаях говорят отстань садись читай приказы вот я не успеваю сегодня написать служебку у меня завтра нет проблем слушай кто не успевает нет я по другому поводу пишет прошу продлить нет не об этой не нашей служебке значит сегодня обратился проректор института международных финансов он приглашает на выступление завтра на 2 часа ну пожалуй вы куда не успеете что вы то есть вас уведомит об этом о чем я же представляю интересы банка ну а при чем служебка а что вы уходите куда нет нет о том что представить банк в стороне вашего разрешения чтобы пойти и аргументированно представить банк вот такое-то программное а по какое программное значит там студенты первый курс да перед ними выступить и рассказать какие перспективы возможные если они будут ну то есть я еще честно говоря сам не продумал до конца я сегодня вечером планировал кризисы ну вообще плохая идея идти не может не знаю зачем да я знаю но я сегодня вечером подготовлюсь вообще я выступал не раз поэтому я в себе уверен ну если только есть ну я вас не знаю совсем вы недавно работаете я не помню какие отчеты пишет господин он в прошлый раз вы его хвалили понял остатки в пять раз но уже они вас спросят вот я что вы будете говорить вот скажите какие идеи вот вы начинаете первое ваше слово сходу вот студенты я в том числе студент да значит основа для вас в обучении это понять систему так как университет дает только систему да и только практика дает знание это вы поняли общаясь со мной да ну скажем так теория оторванная от практики это ничто да нормально вот вы им расскажете теория оторванная от практики а еще что два слова нет а что еще я расскажу о том в принципе я буду основываться на ваших словах я действительно проникся скажем так можно сказать идеологии менеджмента да то есть человек только свободной мыслью только истинный менеджер может достичь чего-то можете выступать самое главное чтобы у вас был но это плохой вариант очень важно да если вы будете выступать кроме спасибо от меня никто ничего не дождется но не дай бог вам хорошо что вы подняли вопрос и я узнаю о том что вы не согласовали куда-то пошли выступать во первых этот человек должен у меня пользоваться доверием я посмотрю его отчеты вот и посмотрю его работу потому что чтобы он не был неудачником и не напугал студентов мы потом в жизни к себе не привлечем во вторых я должен дать несколько советов слава богу я могу передать вам надо взять с собой наш годовой отчет рассказать о том какими мы достижениями ну какие достижения мы имеем рассказать о том что и другие есть банки хорошие что мы привлекаем сегодня молодых людей вот и очень много интересного но с любой стороны я бы мне просто времени нет я бы вам рассказал много ну вот любая встреча она может нести присаживайтесь она может нести целый ряд основная идея например вас приглашают выступить перед студентами первого курса спросите меня у меня миллион фантазий зачем ну цель да это наши ну будущие сотрудники это одна тема разговора правильно это наши клиенты будущие это другая тема разговора и мы рассказываем о преимуществах банка вот ну и пожалуй это носители информации которые будут рассказывать там кому-то чего-то ну это уже как бы в информацию укладывается вообще я перед первым курсом не очень ну как бы нормально выступать надо нормально просто любое выступление даже в Верховном Совете я вам скажу я неплохо выступаю я все-таки профессиональный ну как бы болтун потому что у меня профессия пять лет преподаватель я доцент кандидат наук вот но и то я в Верховном Совете пару раз вылез я не чувствую страха ну передо аудитории я могу говорить и иногда у меня даже не очень неплохо получается но я пару раз вылез на трибуны и проблема проблема вот я говорю а потом я смотрю у себя записи там у меня дружбан с первого канала был он меня записал и смотрю некоторые слова и теряются мысли и плохо действует это на аудиторию я ее не зажигаю я не был готов да и считал что я такой великий но я могу вам сказать что я не хуже вас во всяком случае не хуже да и тогда мне Журавский народный депутат сказал никогда не вылазь не на одну аудиторию пока ты не владеешь полностью этим вопросом и не набросал себе лучше всего готовить текст если текста нет ну я беру магнитофон шлеп 5 минут наболтал и он у меня как бы есть потому что если вдруг вдохновения нет хотя бы можно прочесть а потом уже въехать ну проникнуться в тему потому что можно иногда заглохнуть вот проглотить язык караул и у меня такое раз было я выращивался там на трибуне Верховного Совета ну как только мы это проблема поэтому любое ваше выступление обязательно согласуйте со мной куда вы хотите пойти и мы ну много очень можем интересного придумать а во вторых надо готовиться и не каждому это я как бы ну разрешаю это большая часть представлять банк потому что они будут смотреть на этого человека и думают да работает вот и такие у него все и банк такой не мычи но это может случиться даже с умным человеком поэтому сначала желательно подготовиться взять с собой всякие штучки раздать свои кстати сказать визитки побольше надо взять всем пораздавать чтобы они потом вам звонили когда он уже закончится вы этот самый ну нормально но не дай бог экстром это плохо для банка так о жизни идите рассказывать что хотите если это касается банка я никогда не даю интервью нигде не выступаю пока я не знаю о чем